В Уфе сегодня открылся форум «Ломая барьеры». Его ключевая тема – формирование системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Участвуют в форуме несколько десятков компаний из 11 регионов страны. Они представляют инновационные решения для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. На выставке, которая проходит в рамках форума, можно увидеть средства реабилитации, протезы, импланты, ортопедическую обувь, умные устройства. Я считаю, что это очень важный форум. Форум-помощник, форум-локомотив, форум-собиратель многих добрых идей, которые направлены на то, чтобы всем тем, кто рядом с нами, но в силу физического состояния здоровья, может быть, не может пользоваться легко всеми теми благами, которые есть. Наша задача была, чтобы для людей с ограниченными возможностями здоровья создавать условия для максимальной адаптации к нормальной жизни. Это очень многоплановая вообще история, потому что начиная элементарно с ГОСТов при выполнении работ при укладке тротуарной плитки и завершая гораздо более серьезными вещами по организации учебы и так далее. Поэтому мы на этом форуме всегда, кстати, всем нашим жителям, всем нашим людям, которые душой, сердцем и делом помогают тем, кто в этом остро нуждается, конечно, благодарим. Деловая часть форума включает в себя 37 мероприятий. Это круглые столы, мастер-классы и стратегические сессии, на которых обсуждают образование и занятость, спорт и туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию и социализацию участников СВО. Также на площадках форума проходят бесплатные консультации для всех желающих, мастер-классы по скалолазанию, инклюзивный показ мод, благотворительная ярмарка, запланированный концерт детского творчества. Ключевое мероприятие форума – это пленарное заседание. Глава агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о проблемах, которые сейчас существуют в сфере протезирования. По словам Чупшевой, опросы показывают, что есть огромный потенциал повышения эффективности, доступности и качества услуг протезирования. В числе ключевых проблем отрасли Светлана Чупшева обозначила непрозрачность рынка, отсутствие данных об объемах производства протезов и потребности населения в них. Светлана Чупшева подчеркнула, что продвижение принципов инклюзии – это приоритетная задача для ОСИ. Агентство поддерживает лучшие практики и проекты, которые помогают создавать доступную среду, внедряют новые технологические решения для людей с инвалидностью. Гендиректор агентства упомянула разработанный и принятый в первом чтении закон, который должен усовершенствовать сферу комплексной реабилитации. Эксперты агентства считают важным ко второму чтению закрепить в законе такие понятия, как система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, функционирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Это важно, чтобы обеспечивать взаимосвязь и слаженность всех мер. Кроме того, нужно закрепить принципы преемственности при оказании реабилитационных услуг. Важно обеспечить человеку персональную помощь, объяснить, какая реабилитация ему положена и выстроить весь маршрут. Мы бы хотели, чтобы ко второму чтению в закон было введено понятие системы комплексной реабилитации, функционирование системы комплексной реабилитации, потому что здесь как раз речь идет о том, чтобы комплексная реабилитация была бесшовной и было обеспечено взаимодействием между медицинской и социальной реабилитацией. Мы также просим сегодня во втором чтении учесть корректировку регламента о разработке индивидуальной программы реабилитации, как раз чтобы обеспечить и цели реабилитации, а также оценки и контроля реализации реабилитационных мероприятий. Также просим вернуть пункты в закон, которые обеспечивают разработку индивидуальной программы реабилитации не только реабилитологами, но и другими организациями, чтобы те же самые медики, другие специалисты могли участвовать в разработке индивидуальной программы реабилитации для конкретного человека. АСИ также предложила создать платформу по взаимодействию и кооперации представителей протезно-ортопедической отрасли, научных организаций и вузов. Редактор субтитров А.Семкин